Ман-Сити Синченко на поле одержал вторую победу над Боруссией и вышел в полуфинал Ча. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Манчестер-Сити одержал вторую победу над Дортмундской Боруссией и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов. Ответный матч завершился с аналогичным первой встречи с счетом 2-1. Подробнее о матче, в материале РБК Украина. В составе Сити со старта вышел украинец Синченко. И уже на старте мог привести. Он неаккуратно отпасовал на партнера вблизи собственной штрафной, мяч перехватил Дауд и выстрелил с линии штрафной. Помогло украинцу, что удар вышел по центру и не составил проблем для Эдерсона. Но все же Дортмундцам удалось забить достаточно быстрый гол. На 15-й минуте Холан получил мяч в штрафной и отпасовал под удар Дауду. Удар немца заблокировали защитники, но после Круглый отскочил к Беллингтону, а 17-летний англичанин отправил мяч в сетку соотечественников 1-0. Такой счет позволял немцам проходить в следующую стадию Ча. Ман-Сити пришел в себя ближе к середине тайма. И на 25-й минуте мог сравнять счет. До Брюйни перехватил мяч на линии штрафной у защитника Боруссии и сразу же разрядил свою пушку, но мяч угодил в перекладину. До конца первой половины еще одну отличную возможность отличиться за Сити упустил Морес. Фодин выполнил заброс в штрафной, а мяч прилетел точно в ноги алжирца. Но удар вингера метров с пяти парировал Хитст. А вот на страте второй половины Джан привез в ворота Боруссии пенальти. Немец неуклюже пытался сыграть головой в своей штрафной, но мяч угодил в руку. Вар нарушение подтвердил, а точку уверенно реализовал Морес 1-1. Теперь уже дортмундскому клубу необходимо было забивать, чтобы рассчитывать на выход в полуфинал. Окончательно убил интригу за 15 минут конца Фоудин. Сперва до Брюйни накрутил защитников Боруссии в штрафной, но его удар на угловой перевел Хитст. Но после углового дортмундцы забыли о Фоудине, который с линии штрафной мощно пробил в ближний угол. Кипер немцев здесь был бессилен минус 1-2. До конца матча счет так и не изменился. Отметим, в полуфинале Ман-Сити встретится с ПСУ. Парижане проиграли ответный матч Баварии 0-1, но прошли в полуфинал по сумме двух матчей, благодаря большему количеству голов на выезде. Первый матч между клубами в Мюнхене завершился победой PSG 3-2. В другом полуфинале сыграют Реал и Челси. Сегодня мадридцы сыграли на ноль с Ливерпулем и выбили англичан из турнира. А Челси днем ранее оформили путевку в полуфинал в противостоянии спорту, хотя и проиграл ответный поединок. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд.